В августе будущего года исполнится ровно 25 лет с того времени, когда указом президента Российской Федерации нашему городу возвратили его историческое имя Саров. Но мало кто знает, что в далеком 1936 году Саров чуть было не назвали городом Погребинском. Еле-еле выговорил, опасаясь случайно выругаться. Но вот однако этот пробел, неизвестную страницу нашей истории, помог восполнить журналист Игорь Макаров. На основе его материалов мы поведаем вам этот рассказ. Итак, Матвей Погребинский был человеком своего времени. Три класса образования, конторщик в магазине службы в царской армии, работа лесорубом, грузчиком, чернорабочим, а с 1919 года вновь армия, но уже красная. Так что, когда Погребинский пожелал вступить в партию, биография для этого у него была самая подходящая. И его приняли. А когда он попал в ЧК, не в качестве арестованного, а в качестве одного из начальников, его карьера сразу же пошла в гору. И дослужился он до поста главного чекиста Нижегородчины. И ему явно покровительствовал тогдашний глава НКВД Егода. Но главным достижением Погребинского в этой сфере стало создание трудовых коммун для перевоспитания беспризорников. Причем одну из них, в подмосковном Болшеве, он сам и возглавил. И едва не переплюнул по результатам самого Макаренко. Достаточно сказать, что именно по сценарию его книги под названием «Фабрика людей» был снят первый звуковой советский фильм «Путевка в жизнь». Нынешняя молодежь в большинстве своем, конечно же, не смотрела его. Но мы-то помним тех легендарных киногероев Мустафу, Кольку Свиста, Жигана. А сам Матвей Самойлович в этом фильме стал прототипом чекиста Сергеева, который, как и Погребинский, всегда ходил в шапки-кубанки. Но для нас-то интересен и другой поворот в его биографии. Именно в то время, когда он стал главой управления НКВД по Нижегородскому краю, в Сарове и создали детскую трудовую колонию. Естественно, Погребинский активнейшим образом участвовал в строительстве, развитии и всей ее жизни, постоянно бывая в Саровской колонии. И завоевывает такой авторитет среди колонистов, что те решают, ни много ни мало, в его честь переименовать Саров. Дорогой Матвей Самойлович, пишут они, очень жаль, что ты не можешь присутствовать на нашем празднике. Однако мы знаем, что наш рост, наши достижения и каждая наша победа в быту на производстве это плоды твоей отеческой заботы о нас. Саров – твое детище. И наше общее желание вырастить Саров в город Погребинск. Желая присвоить Сарову твое имя, мы знаем, что этим самым ко многому обязываем себя. Но мы идем по верному пути, и трудности нас не пугают. Мы добьемся того, что каждый Саровец будет достоин твоего имени. Говорить об этом нам дает право наше сегодня. Наше сегодня – это борьба за квалификацию и знание. Уже никто из нас не боится поднять руки, если нужно наказать нарушителя дисциплины. Саров – это твоя новая победа в деле перевоспитания человека, и клянемся тебе. Мы выстроим его в город Погребинск. Таково наше общее желание. С приветом – общее собрание труд колонии. 6 сентября 1936 года. Местечко Саров. Кстати, это письмо и ныне хранится в Саранском архиве. А могли бы тогда Саров действительно переименовать? В то время – запросто. Вот посудите сами. Небольшой монастырский поселок, большой советский начальник, да к тому же НКВДшник. Ну и еще один довольно неожиданный аргумент. Очень тепло относился к педагогу-новатору от НКВД сам великий паралитарский писатель Максим Горький. И он вполне мог бы навестить образцовую колонию, созданную у нас одним из своих любимчиков. Однако официальных сведений на этот счет нет. Да и прямо скажем, было чем восхищаться. А тут, несмотря на то, что в коммуны поступали малолетние, но настоящие пораженные оторвы, получавшие сроки не менее трех лет, методика Погребинского давала ошеломляющий эффект. Живя и работая без конвоя и практически без принуждения, колонисты не только никуда не убегали, а наоборот, успешно перековывались. Конечно, Горькому это не могло не понравиться, и он восхищенно писал по-гребински и говорит с ними на блатном языке. Тем же грубовато-дружеским тоном, как и они с ним. Писатель рассказывал о Матвее в очерках, в которых называл его ликвидатором беспризорности, и характеризовал как человека неисчерпаемой энергии и превосходного знатока мира социально опасных. Мы не знаем, приезжал ли Горький в срок к своему другу, но вот Матвею довелось погостить у писателя за границей. Как известно, немало советских авторитетов соблазняли Горького к возвращению в Советский Союз, но пролетарский писатель не торопился на родину. И вот в 1928 году Погребинского отправили в Италию к Алексею Максимовичу с письмом от самого Сталина и с заданием уговорить его вернуться. Письмо он на всякий случай вез на забинтованной ноге. Удалось ли именно ему повлиять на упрямого писателя, или это дело случая, но в скорости Горький действительно приехал в СССР. Так каким же он был? Человек, именем которого чуть было не назвали Саров. Историки считают, что в личности Погребинского было много положительного, но не вызывает сомнений и его причастность к репрессиям и расстрелам. При этом Александр Орлов, сотрудник НКВД в 1938 году, бежавший за границу, спасаясь от этих самых репрессий, в своей книге пишет, что Погребинский не был инквизитором по призванию. Хоть ему и пришлось исполнять самые сомнительные задания, по природе это был мягкий и добродушный человек. Видимо, невольное инквизиторство мучило его. Однажды к Погребинскому приехал завуч той самой подмосковной коммуны, основанной Погребинским, Борис Северов, и прямо спросил его, что происходит, Матвей? На что получил ответ, не знаю, не понимаю, но делать то, что мне приказывают, не могу. И вот весной 1937 года наступила развязка. 4 апреля Матвей Погребинский узнал об аресте Егоды, написал письмо с просьбой никого не винить в его смерти, зашел в туалет и застрелился. Правда, на протоколе осмотра места происшествия до сих пор стоит гриф «Секретно». А о книге Погребинского, к некоторым из них, в предисловии писал сам Горький, были изъяты и помещены в спецхран. Как я уже говорил, Горький очень тепло относился к Погребинскому и, шутя, называл его «Моти-милиция». И сдается мне, что будь писатель тогда жив, может быть, Погребинский не стал бы стреляться, надеясь на покровительство знаменитого друга. Но Горький умер в 1936 году и заступиться было уже некому. Как бы то ни было, но Моти-милиция собственноручно выписал себе путевку в иную жизнь. А после смерти имя Погребинского склоняли кто как мог. Скажем, к примеру, что секретарь Горьковского обкома ВКПБ Юлий Моисеевич Каганович, выступая с докладом на областной конференции, обозначил Погребинского активистом право-троцкистского, шпиона террористическо-диверсионно-вредительского подполья. И когда в Дивеевском районе была разоблачена право-троцкистская вредительская организация, деятельность которой была направлена на то, чтобы вызвать недовольство и раздражение масс, оказалось, что эта организация была тесно связана с Погребинским. Якобы он занимался подготовкой повстанческо-террористических кадров и организовал из уголовников группу «Человек-120» для боевой работы на случай, если потребуется. Якобы использовал он также уголовников Саровской колонии. И все же называть его типичным выдвиженцем революции вряд ли можно. Максим Горький, как известно, был равнодушен к посредственностям, какие бы посты они ни занимали. Его всегда интересовали только яркие люди. И как бы там ни было, но городка с названием Погребинск на карте России так и не появилась. Мало того, нет уже в России и города с названием Горький. Правда, утверждают, что сам писатель никогда не хотел, чтобы его имени присваивали любимому Нижнему Новгороду. А Погребинского погребли как раз на старейшем кладбище Нижнего, Бугровском. Но могилка его ныне утрачена. Хотя известно место, где тело самоубийцы ночью и тайно закопал его преданный водитель. Как палые листья облетают страсти текущих дней. И в конце концов остается в памяти человеческой лишь то, что действительно ценно и значимо. Время все расставляет по своим полочкам, даруя кому забвение, а кому бессмертие. Редактор субтитров А.Семкин